У нас сотрудничество с вашей страной, с Узбекистаном, дружественной нам страной, развивается очень хорошо, интенсивно. Я не единожды на сей счет высказывался. Самый главный итог всего этого, что мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о том, о вашем президенте, что это в основном его заслуга. Это бывший премьер-министр вашей страны, человек, который занимался не только стратегией, человек, не только знающий Узбекистан, любящий Узбекистан и совершивший много хорошего для Узбекистана собственными руками. То есть человек, знающий Узбекистан, он видел все проблемы. Поэтому, когда стал президентом, ему не надо было входить в курс дела, смотреть на кадры и так далее. Он все видел изнутри. И он очень, надо сказать, быстро развернулся. И по всем направлениям, по всем направлениям у него успех. Я многих видел президентов. Никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели в Узбекистане. И вот благодаря этому мы ликвидировали ту задолженность, которая сложилась за полтора десятка лет, а может и два десятка лет, где мы недорабатывали с прежним руководством Узбекистана. Он просто молодец. Я это говорю искренне. Мы утвердили недавно дорожную карту, то есть план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Я хочу вам сказать, это главное. Прошу передайте Шавкату Мирамоновичу, что я строго буду контролировать исполнение этого плана. И мы привержены полной реализации этого плана. Шавката Мирамоновича мы ждем в Минске в любое удобное для него время. Вам окажем всяческую поддержку здесь для того, чтобы организовать этот визит. Мы его будем встречать как нашего не просто друга, это наш брат, это очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает. И он действительно искренне относится к Беларуси, потому что он хорошо знает нашу страну. Мы для вас будем всегда надежным партнером. И закрытых тем для сотрудничества нет. И многое уже начали делать. И многое еще сделаем. Продолжение следует...